В конференцале Екатеринского комплекса они обычно торжественны, и детворы здесь больше, чем взрослых. Дети и их родители – главные виновники праздника. А вместе они семья. У кого-то большая, у кого-то очень большая. К примеру, у Татьяны и Игоря Плаховых 11 чат. Родители уже успели стать бабушкой и дедушкой. В их доме все держится на любви, доверии и уважении, говорят супруги. Поэтому и дети такие. Один за всех и все за одного. Большой, конечно, труд для мам. Любовь. Самое главное – в них вкладываешь и получаешь отдачу. Дети – это наша награда. Семья должна быть большая, счастливая, добрая, здоровая. До начала праздника взрослые волнуются, старшие дети следят за младшими. Не каждый день получаешь такое высокое звание, говорят родители. Поздравить с Днем семьи, любви и верности многодетной семьи Кубани приехал губернатор Вениамин Кондратьев. Но не один, а со своей супругой и детьми. Праздник-то семейный. Глава региона отметил – День памяти преподобных Петра и Февронии важен и нужен России. В нем особенный смысл, понятный только нашему народу. День семьи, любви и верности не должна быть датой для вручения наград или датой для того, чтобы мы с вами просто ее отмечали. Это должен быть праздник. Мы где-то увлеклись за теми ценностями, которые не совсем ценности. И сегодня для нашей страны и для нашей Кубани очень важен этот праздник. Потому что он говорит о самой главной ценности в человеческой жизни, о семье. Это свет, это уверенность в завтрашнем дне. И, наверное, это самое главное и основное, что сегодня должно быть в любой нации, в любой стране, которая думает о своем будущем. Это вот это подрастающее поколение. А где оно может взяться? Только в семьях, крепких, сильных семьях. Большие семьи всегда были одной из главных ценностей кубанской земли, подчеркивает Вениамин Кондратьев. Сегодня в Краснодарском крае 58 тысяч многодетных семей. И вот уже пять лет самым лучшим вручается медаль «Родительская доблесть». Ее уже получили 68 семей. Сегодня к ним прибавились еще 14. Все они получат единовременную выплату 32,5 тысячи рублей. Вручая награду, Вениамин Кондратьев добавил, пока в семьях будет царить любовь и взаимопонимание, все невзгоды и трудности можно будет преодолеть. Я хочу вам сказать спасибо. Человеческое спасибо. За то, что вы, невзирая ни на какие трудности, воспитываете самое дорогое. Что вы просто ощущаете жизнь и есть надежда. В ваших разных по возрасту детках сбудутся ваши мечты и чаяния, которые, может быть, вы в жизни где-то не реализовали. Ну, не смогли. Но вы сделали самое главное. Вы заложили эти семена. И я уверен, они прорастут. Пока будет в наших семьях любовь, пока будет взаимопонимание, пока будет уважение, все жизненные невзгоды, которые сегодня, конечно, есть, мы сможем преодолеть. Никто из этих взрослых не хотел бы, чтобы их жизнь сложилась по-другому. Говорят, бывает трудно, возникают проблемы. Но ничто не сравнится с минутами, когда все в сборе. Дети из многодетных семей, как правило, повзрослев, тоже воспитывают большое потомство. Мы с мужем с многодетной, он с многодетной семьей, я с многодетной. Ну, в принципе, может быть, когда-то была девочка, наверное, может быть, и не хотела большую семью. Но вот так вот получилось у нас. Большая семья. Счастье, конечно, в детях заключается. И в количестве. И в количестве детей. Чем больше детей, тем больше счастья. Елена Касабова, Денис Маскаленко, Алексей Комаров, Кубань-24, Краснодар.